МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Сегодня мы попытаемся найти ответы на очень непростые вопросы. Чего больше во взаимоотношениях Евросоюза и стран Восточной Европы? Что нас связывает, а что разделяет? В чем главная причина русофобии, активно набирающей обороты в европейском политическом истеблишменте? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. В нашей студии бывший депутат Европарламента, председатель Европейского русского альянса, член Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, латвийский общественный деятель Татьяна Жданок. Здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Аркадьевна, Вы уже не раз бывали в молдавской столице. Вы, в общем-то, знакомы с тем, что происходит на политическом олимпе Молдовы, так скажем, громком. В 2014 году Вы приезжали также в рамках того же медиаклуба формата А3, вот как и в этом году. Еще раньше посещали нашу республику в составе делегации Европарламента. И в начале 2018 года вот средством массовой информации влетела весь новость о том, что Вы добровольно решили сложить полномочия депутата Европарламента. Но сегодня, мне кажется, добрая половина, если, ну, скажем, добрая половина парламентариев Республики Молдова, наверняка, ну, как бы с удивлением это восприняли, потому что с кем не поговоришь в нашем молдавском законодательном органе, ну, многим импонирует роль, например, ну, многие побывали в кресле депутата Европарламента и, конечно бы, например, может быть, не решились бы на подобный шаг, не имея какой-либо, ну, будем говорить, может, внутренней, моральной, либо еще какой-то мотивации. И хотя это тоже вопрос, и вот ваши мотивы, почему именно Вы решили поступить вот таким образом? Площадка Европарламента – это уже не те коридоры, где можно что-то решать, или же, может быть, это связано с какими-то иными причинами? Я не только отказалась от мандата, а я передала эстафету, поскольку мандат есть у нашей партии, он был завоеван на выборах 2014 года на пять лет, и эстафету очень достойную, сопредседатель нашей партии Мирослав Митрофанов, молодой политик, он, я уверена, он и работал консультантом во фракции, потом был избран депутатом латвийского сейма, и он весьма достойно, я думаю, эту эстафету дальше понесет до следующих выборов Европарламента, но это будет 2019 год, а сейчас, в 2018-м, в Латвии поставлен вопрос, не нами, к сожалению, а правящей элитой, о ликвидации всего русского. Через образование, через полнейший переход образования, школьного образования, только единственно на латышский язык, и при этом в планах остается сегрегация отдельные, школы, но в школы национальных меньшинств, от латышских, будут отличаться только тем, что там будет преподаваться как предмет язык этого национального меньшинства, в основном это русские школы, но у нас есть две польские, одна украинская, одна белорусская, одна еврейская, и 95 русских школ, вот над всеми, над ними нависает дамоклов меч, и эта идея, хотя она всегда как бы пропагандировалась, но пропагандировалась только одной партией, национальным объединением, так называемым, они правые радикалы, но входит в правящую коалицию, являются как бы партией эстеблишмента, вот эта идея была осенью вдруг развернута уже как проект, как законопроект, исходящий из Министерства образования, и очень быстро получила поддержку всех трех партий правящей коалиции, это правая у нас коалиция, и это насторожило, конечно, мы начали протестные акции, наша партия с осени, и тогда я и начала размышлять над тем, что нужно усилить, и мне лично вернуться в политику латвийскую с тем, чтобы этот вопрос максимально акцентировать и противостоять вот этим планам, поскольку я чувствовала определенный такой моральный долг, вошла я в политику как раз тоже по теме образования, я, правда, начали тогда с ликвидации высшего образования на русском языке, которое существовало параллельно с преподаванием на латышском, и я работала в Латвийском университете, учила студентов-экономистов математики, и выступила тогда за то, что делать это нужно на родном для студентов языке, для меня не было проблем в латышских группах, я могу преподавать по-латышски, но будучи человеком с родным русским языком, учить студентов с родным русским языком на латышском, такому сложному предмету, как высшая математика, это безумие, это абсурд. Понимаю. Ну вот как вы объясняете, чем вызвана именно такая вот атака на образовательные учреждения, которые вот в вашей стране, где происходит преподавание не на латышском языке? Я думаю, что тут логика просто использования момента, использования подходящего политического момента, чтобы, а момент этот определяется словом русофобия, и россияфобия, и возникло даже такое понятие в политическом жаргоне, как русский мир, уже русский мир не как российский фонд, русский мир, а русский мир, как некий объект такой, уже объект для противостояния, это было зафиксировано в резолюциях Европейского парламента, что это вот аппарат, используемый Россией, наряду там с Rush Today и с агентством информационным спутник, вот есть русский мир. То есть носители русской культуры, русского языка, это уже угроза для европейской ценности? Но русские ведь стали наряду с венграми, и даже в большей степени численно арифметически, чем венгры разделенной нацией, после развала Советского Союза, то есть за пределами традиционный ареал проживания, в первую очередь это республики Балтии, из европейских, ну и все бывшие республики Советского Союза, там, конечно, в рамках одной страны люди ездили, даже были номинированы для работы по распределению после окончания высшего учебного заведения или еще каким-то образом не хватало специалистов, естественно, в рамках одной страны эта миграция, она осуществлялась. У нас много и молдаван в Латвии. Ну, нам это известно. Вы упомянули такой термин «сегрегация». Насколько я знаю, можете меня поправить, я с удовольствием прислушаюсь ко всем вашим замечаниям, но я знаю, что в странах Балтии русскоязычное население столкнулось с этим понятием «сегрегация» буквально с первых лет обретения независимости странами прибалтийского региона. Ограничение в правах, ограничение в получении необходимых документов. Как в Латвии обстоит дело? Я сразу оговорюсь, чтобы не было недопонимания, поскольку мы начали это слово применять к школам, само по себе существование школ национальных меньшинств, оно никаким образом не является сегрегацией. Это наши оппоненты иногда используют. Вот мы, типа, ликвидируя образование на языках меньшинств, мы боремся, как бы всех уравниваем, всех приравниваем. Нет. Вот тут разнообразие, наоборот, поощряется. И это специально в ГААКской конвенции об образовании национальных меньшинств. Все это подчеркивается, что существование школ для национальных меньшинств это правомерно, это никак не нарушает права человека, наоборот, способствует развитию культурных прав. Но какие школы хотят наши сделать? Они хотят, если в школе идет преподавание на языке меньшинства, это все правильно, закономерно. Но здесь хотят сделать такую же латышскую школу, но отдельно для русских, отдельно, значит, для латышей. Но в школе для русских будет русский язык. Обещают, что будет преподаваться русский язык как предмет. И вот это уже сегрегация, конечно. То есть как бы параллельная система образования, но люди разделяются по сортам. В Латвии изначально у нас были разделены люди по сортам. Во-первых, граждане и неграждане. То есть был восстановлен институт довоенного гражданства, который треть людей вывел за рамки гражданства Латвийской республики. Они получили, в том числе, моя мама. Я из смешанной семьи, корни отцовской семьи глубоко здесь, в Латвии. Но опять же, это восточная часть Латвии. Это регионы, которые традиционно входили в Витебскую губернию. Это Латгалия, Витебскую губернию Российской империи. И там люди говорили на очень многих языках, но латышского там почти не было. Население смешанное, еврейское, русские староверы, поляки, белорусы. Это, я уже говорила, Витебская губерния. Но по Брестскому договору этот регион тоже был присоединен и вошел в состав нового государства Латвийской республики. В этом году будет отмечаться 100-летие, но та Латвийская республика очень сильно отличалась от нынешней. Так вот, в данном случае разделили людей на граждан и неграждан. Моя мама, приехавшая из Ленинграда, стала негражданкой. Так вот, с таким паспортом ушла недавно из жизни. Которая лишала ее, в частности, права участвовать в выборах и даже за меня голосовать на выборах. Но вообще различий 80. При этом еще разделили наших людей на латышей, титульную нацию и не латышей. Причем вот эту титульную сделали титульной не просто так, как, поскольку Латвия, латыши. То есть народ дает имя государству. Хотя это не всюду в Европе так. Бельгия, Швейцария, это название не связано с этнической группой какой-то одной. Так вот, в Латвии латыши и не латыши. Латышский язык единственный государственный. Никакого статуса языки меньшинств, русский, польский, белорусский, традиционные языки, не получил вообще приравниваться к английскому, китайскому или японскому. А как это сообразуется с тем, что мы все хорошо знаем лозунг Евросоюза, единство во многообразии. Как власти Латвии в этом смысле не идут в разрез общей европейской практики? Дело в том, что Евросоюз тут очень странным образом сочетаются как бы два подхода. С одной стороны, да, единственный многообразие и очень много народов, очень много регионов, очень много культур и языков. С другой стороны, Евросоюз — это союз 28 государств. Ну, после выхода Великобритании будет 27. И там заседают вторая, параллельно с Европарламентом, вторая структура опора Европейского Союза — это Совет, где 28 государств. И эти государства очень разные. Есть большая Германия, тоже достаточно большая Испания, например, малюсенькая Мальта. И они имеют одинаковый статус. И они при этом еще могут заявить свой язык как официальный язык Евросоюза. В Евросоюзе 23 языка. В частности, например, мальтийский, эстонский носителей миллион, латышский носителей тоже миллион с небольшим. К сожалению, в Латвии, к сожалению, мы потеряли треть населения за эти годы второй республики, независимой республики за эти 27 лет. Но при этом каталонцы, имеющие 7 миллионов носителей языка, каталонский язык не имеет официального статуса. Также баскский язык, валийский язык, уэльфса из Великобритании. Русский язык не имеет никакого статуса, хотя на русском языке в Европейском Союзе по разным подсчетам. Только в Германии 5 миллионов русскоязычных, всего примерно 7-8 миллионов народу, столько же, сколько каталонцев. И, конечно, вот эта двойственность и при этом совет, состоящий из вот этих глав или профильных министров 28 государств, принимающие наряду с Европарламентом законодательные решения, есть ряд решений вместе мы принимаем, есть некоторые просто чисто советом, парламент имеет только такую консультативную роль, они, к сожалению, не работают на благо регионов, на благо самостоятельности. Мы знаем, какие проблемы возникли в связи, например, с референдумом, тем же референдумом в Каталонии. Ну вот, если перейти к теме нашей страны, в прошлый свой приезд, если не ошибаюсь, в рамках медиаформата, медиаклуба, он состоялся в 2014 году. Вы говорили о том, что в диалоге о стремлении Молдовы получить членство Евросоюза, вы говорили о том, что страна не сможет в ближайшие 10 лет точно его обрести. Прошло, будем говорить, 3,5 года, уже четвертый год идет. Вот ваше видение. Дело в том, что геополитика сегодня брело, ну, такой, знаете, знаковый момент. У нас партии, которые идут на выборы, у нас кандидаты, которые говорят о своих претензиях на тот или иной, так сказать, выборный пост, они всегда вмешивают геополитический момент. Если это представитель правой партии, то он говорит о том, что, смотрите, благодаря таким людям, как я и нашим партии, мы сможем достичь, или ускоренно достичь членства в Евросоюзе. Это становится, ну, некой, будем говорить, для такой политической, не знаю, знакомой, мекой, что ли, вот для политических слоганов. Евросоюз и вот это забалтывание всего. И многим, я помню еще вот эти ролики, которые у нас в 2014 году очень массово, массированно вбрасывались в информационное пространство, где простые герои этих роликов, простые граждане рассуждали о том, как заживем мы. И после подписания вот этого контракта об ассоциации с ЕС, и после того, как вообще вступим на это поле жизни. Но прошло практически 4 года, и мы сегодня имеем огромную дыру в бюджете, пропавшие миллиарды. Мы имеем статус одной из самых коррумпированных стран в Европе. У нас статус страны, где не развивается экономика. И, ну, пересчитать можно много. Не хочу телезрителей, так сказать, уводить в депрессию от всего этого. Все-таки весна, и хочется говорить о хорошем. Ну вот то, что вы видели раньше, когда приезжали в Молдову, и то, что видите сегодня. Какая динамика? Динамика со знаком плюс или динамика со знаком минус, на ваш взгляд? Ну, не видно динамики со знаком плюс. Единственный плюс, я вижу, это то, что президент Молдовы сейчас действительно является человеком, который смотрит и во всех направлениях, и в вопросах геополитики, имеет очень широкий и современный взгляд на вещи. Но вот партии, представленные в парламенте в большинстве своем, и составляющие большинство, что можно о них сказать? Здесь, к сожалению, никакого прогресса нет. Не будем говорить что-то более отрицательное, но еще не хотят учиться на чужих ошибках. Достаточно же было посмотреть, как произошло расширение Европейского Союза в 2010, и потом еще в 2012, в 2004 и в 2007 году, извините, то есть 14 лет назад, когда присоединены 10 стран, а потом еще 2, Болгария и Румыния через 2,5 года. Что произошло с Латвией, Литвой, Эстонией, какой прогресс? Вот весь прогресс в том, что мы потеряли в случае Латвии 3 населения. Люди стали уезжать на Запад работать. Да, сейчас молдаване, люди с молдавскими паспортами не имеют права работать в Евросоюзе, но у многих есть румынские, насколько мы с вами знаем, и вы теряете народу с такими же темпами, как и мы теряем. Мы еще не стали членами Евросоюза, потеряли треть. Вот, собственно, это единственная разница от полноценного членства Молдовы, чем отличается сейчас статус Молдовы от статуса Латвии. При полноценном членстве Евросоюза, да, возможно работать легально в любой стране Евросоюза, но и так почти все молдаване, кто хочет туда ехать, приобретают, с румынским гражданством это делают. Второе, чиновники. Да, чиновники получат больше должностей. Это почему они и крепко кричат за европейский выбор, а они для себя любимых готовят теплые местечки. Там и в Еврокомиссии, и кто-то в Европарламенте мандаты получит. Ну вот, тут тоже есть частный, партикулярный интерес. А другой разницы нет, потому что все сделано, на самом деле, уже в момент подписания договора об ассоциации, который вы подписали, и договор о свободной торговле. А мы подписали еще раньше, Латвия это сделала вообще через три года после избрания первого, после советского уже парламента. То есть в 95-м году договор об ассоциации и свободной торговле, который позволил западной продукции сюда беспошлино входить и конкурировать, и убить собственную промышленность и собственное сельское хозяйство. Можно было посмотреть, как это происходило в Латвии, когда я приезжала в Молдову и в другие республики, на Украину, всюду. Мы говорили, не идите этим путем, вы посмотрите, что происходит. Для маленькой Латвии даже люди помнят, у нас были рафики микроавтобусы, производственные по всему Советскому Союзу. Как только без пошли торговли, вошли немецкие микроавтобусы, плюс еще коррумпированная власть, которая госзаказы сделала, например, на скорые помощи на те же немецкие, а вовсе не латвийские микроавтобусы. Все, производство развалилось, стоят разрушенные корпуса. Город целый, Елково, где это производство было налажено, потерял градообразующее предприятие. ВЭФ, радиоэлектроника, очень много предприятий. Все это полетело, и большой проблем у сельского хозяйства. Есть, конечно, целевые дотации, но опять же в условиях коррумпированной власти они распределяются весьма нечестным и несправедливым образом. — Очень правильный тезис — учиться на чужих ошибках. История как раз говорит о том, что никто не очень стремится следовать всему этому. — К сожалению, предпочитают сами набивать шишки, такие же, которые набили мы уже. — Если проследить логику развития, в принципе, мы повторяем этот путь. Но ведь что дальше ждет Прибалтика, в частности Латвия, в составе Евросоюза? Ведь понятно, что в середине 90-х Евросоюз, просчитав определенные, будем говорить, финансовые затраты, он просто положил на плечи европейского налогоплательщика заботу о бюджете трех небольших прибалтийских государств. Это я так минимализирую эту схему. И таким образом просчитал, что затраты небольшие, но ведь смотрите, какой огромный, достаточно влиятельный анклав у Балтийского моря оторван от влияния, так сказать, вот этим вот, как принято, наверное, в Европе говорить, непонятным восточным соседам, то есть из-под влияния России. И если попытаться просчитать будущее Прибалтики, это может продолжаться так же бесконечно, потому что ведь сегодня прибалтийские страны не производят, то есть они сами себя не кормят. Точно так же, как и Молдова сегодня вся в долгах, сама себя не обеспечивает. Мы потребляем импортную продукцию, производители которой достаточно агрессивно ведут себя у нас здесь на рынке. У нас собственные холодильные установки, которые кто-то когда-то, в общем-то, понадеявшись на хороший экспорт отечественных, например, яблок, проинвестировал, и у нас холодильники забиты отечественными яблоками, а мы едим гниющую продукцию в этих супермаркетах непонятного происхождения. Больше в основном. У нас польские отключения. Ну, вот и у нас, скорее всего, польские и турецкие, и, может быть, еще каких-либо там стран. Но я к тому, что вот свою перспективу мы могли бы присчитать, например, видя перспективу, допустим, вашу. Вот вы с перспективы прибалтийских стран какой видите? Полная катастрофа. Во-первых, если сейчас еще работают фонды выравнивания, так называемые Кахезия, то они остановятся в 2020 году. Это уже понятно. Но и те же самые фонды для менее развитых регионов в рамках Евросоюза используются не для развития. Это не удочка, с помощью которой можно выловить рыбку. Они даются для того, чтобы дорожку только проложить к этому пруду, где, в принципе, рыбку можно выловить, но без удочки это сделать невозможно. То есть использование только для инфраструктуры. Вот эти фонды используются для того, чтобы в основном идет на строительство дорог, на какие-то другие инфраструктурные проекты, вплоть до там раздевалок и скамейок на Рижском море, вот с надписью «Помощь Евросоюза», вот мы это все имеем. Ну и все. И даже эти деньги, которые осваиваются очень активно, и тоже учитывая общую болезнь коррупции, пронизавшую страны Восточной Европы, поскольку иначе быть не могло, когда происходила эта бандитская приватизация государственной собственности, и клановая как бы структура политического управления развивалась. Вот мы имеем то, что имеем. Дальше полный коллапс, потому что были три направления, которые были включены в наши планы развития. Экологический туризм, ну никакой экологии, продолжает загрязняться среда у нас, ничего тут не происходит. Второе преподавание. Ликвидировав высшее образование на русском языке, фактически выгнали из Латвии специалистов. У нас был громадный союзного подчинения в ВУЗ для подготовки инженеров авиационных. Это экспорт образования великолепный, были иностранные студенты. Раз это на русском языке, раз это союзный ВУЗ, он был пущен под ножницы. Образование в остальных ВУЗах только на латышском языке, а мы могли бы экспортировать образование. Значит, это все ушло, и европейский диплом у нас и так в частных ВУЗах. Сейчас учатся из СНГ много студентов, из республик Центральной Азии, из Кавказских республик, но могло бы это быть, если бы на русском языке, гораздо лучше. Думали, что Латвия может стать восточной Швейцарией. У нас сейчас зарезаются банки. Соединенные Штаты уничтожили фактически в начале этого года один банк, имевший много вкладов нерезидентов, и потребовали в ультимативной форме от нас, чтобы не более 4% во всех банках были нерезидентские вклады. Это ставит опять под нож очень многие банки. И фактически наша министр финансов взяла под козырек, сказала, что да, мы так и сделаем. Но все, уже никаких перспектив на развитие банковского сектора в Латвии уже тем самым нет. Деньги снова начинают уходить на тот же Кипр, где был в свое время определенный кризис. Вот такая система. И, конечно, в этих условиях люди начинают смотреть, а что, где, что было неправильно сделано. Я абсолютно уверена, что этим неправильным стратегическим решением Европейского Союза было то, что вот эти республики Восточной Европы, о которых мы с вами говорим, бывший Восточный блок, они были поставлены перед выбором. Или, или. И вот разделение элит в Молдове, на Украине, в Грузии, в Армении, там, в других, или с Россией, или с Европейским Союзом. Вместо того, чтобы строить на этом континенте мосты, была вырыта пропасть. Прямо по гликалам Бжезинского. Он же в своей книге прямо писал Балтийская, Черноморская, Каспийская дуга. Вот вам, пожалуйста, три республики Балтии. Вы правильно сказали, стратегическая позиция на Балтийском море, выход к морю. Дальше Беларусь. Ну, вот тут они заигрывают всячески с белорусским президентом, и при этом еще поддерживают искусственным образом за рубежом находящуюся оппозицию. Дальше Украина-Молдова. И пошли сюда через Черное море. Три республики Кавказские. Вот вам приехали к Каспийскому морю. И там еще и дальше начинаются игры в Центрально-Азиатском регионе. И всем этим республикам была поставлена альтернатива. Или вы с Европейским Союзом, или вы с Евразийским Союзом. Один из экспертов в Европейском парламенте опубликовал анализ, которым он просто подвел итоги этой всей политики. И заглавие такое «When choosing means losing». Когда выбираешь, теряешь. А вот именно это и было поставлено перед странами восточными. И все потеряли. И мы видим, насколько потеряли. То есть получается, что во власти не было патриотов, понимающих ситуацию. Ведь это же нельзя назвать ошибочной политикой Евросоюза. Если вы даже упомянули Бжизинского, о том, что было все прописано в плане. И это целенаправленная политика западных стран на то, чтобы... Но не всех. Это опять политика англосаксов. И она во многом направлена против Германии. Той же Германии. Они не хотят никоим образом допустить вот этого моста, идущего между Германией и Россией. Ну вот я к тому, что геополитика, судя по всему, играет огромное значение. Смотрите, даже мы в Молдове, вроде бы, казалось, в небольшой стране, но зажатыми сегодня. С одной стороны, у нас есть член, страна член НАТО, член Евросоюза. У нас, с другой стороны, страна с непростым конфликтом на восточных границах с Российской Федерацией. И в этой ситуации мы еще на своей территории имеем, ну, будем говорить, последствия нерешенного конфликта, противостояние на Днестре между жителями левого бережья и правого бережья Молдова. И это, как бы, вот это состояние сегодняшней Молдова не дает возможности нам ощущения, ощутить себя в безопасности. Ведь в любой момент те или иные игроки в геополитике, скорее всего, наверное, те, чем иные, захотят это все разморозить. Вот на этом пятачке земли, с этой малой пусть территории, с малым населением, но разморозить для того, чтобы стало, будем говорить, очередной болевой точкой в конфликте между, опять же, скажем, Западом и Россией. Ведь в этой ситуации, ну, не знаю, всегда мы говорим, особенно журналисты, история рассудит, политологи, историки так говорят, история рассудит. Но мы сегодня живем в определенном историческом моменте. Нам не дано узнать, как эта история сумеет рассудить спустя 50 лет. Сумеет ли она тех людей, которых вот когда-то в 90-х, в начале 90-х отправляли людей на эту вот бойню, на выяснение, как мы сегодня говорим, на отстаивание территориальной целостности. Вместо того, чтобы пойти туда с белым флагом, провести просто переговоры и разобраться, чего, собственно, хотят твои же сограждане. И тогда, ну, создать достаточно успешное и счастливое государство. И вот стоим перед определенной такой дилеммой. Как быть? Мы, понятно, я же не зря, например, обратился к тому, как можно просчитать будущее прибалтийских стран. Ведь если следовать этим же путем, то легко понять, каким будущим может быть и наш. И сегодня простой телезритель, он же избиратель, когда обращается, ну, так сказать, в этот знаковый для него день к выбору, за кого проголосовать. Единственный день демократии, так сказать, в нашей стране, когда ты действительно пытаешься управлять своей судьбой, то понимание того, в каком состоянии, крайне важно. Находится страна, находится политический класс, люди, которые руководят страной, или которые ведут политические доктрины, ведут политические партии за собой, что за ними стоит. Вот знание всего этого нас вооружает. Но, тем не менее, ведь с кем не поговоришь на улице, часто слышишь такие ошибочные оценки. Для многих, будем говорить, русскоязычных, сегодня в Молдове, ну, например, политики правого толка, ну, бывает и симпатичнее тех, кто, ну, вот, например, ну, те, кто говорит о дружбе с Россией, о необходимости сохранения связи с Россией. Ну, вот, например, будем говорить, у нас есть часть, вот сейчас мы находимся в состоянии такого выбора столичного мэра, и вот именно уже такая стала аксиомой, кто победит на столичных, так сказать, кто осилит это кресло на выборах, тот уже возьмет и республику. Так обычно бывает. Да. И вот в этой ситуации, вот я слушаю о том, что говорят на улице, они говорят, ну, почему, смотрите, а почему мне проголосовать за этого человека? Ведь он столько сделал. И вот волей-неволей, критикой людей за то, что они втягивают геополитику в этот избирательный процесс, сам начинаешь вовлекаться в то, что, вы посмотрите, да, у этого человека, за его спиной стоят люди, которые, в принципе, ну, будем говорить, как бы сопровождали этот развал нашей страны. Сегодня они пытаются создать новую политическую волну и снова себя продать как политиков. И да, они вам симпатичны, но они будут вам симпатичны ровно до того момента, пока не вырастут тарифы. В очередной раз мы не поймем, что детей нельзя уже отдавать в школу с родным языком. И еще произойдет сокращение детских садов и так далее. Но это будет потом. А вот сегодня найти ключ к избирателю. Крайне сложная задача. Я думаю, что опять здесь надо смотреть и попытаться учиться на ошибках. И да, в Молдове есть возможности, статус официального для русского языка, есть возможность отдавать дети по выбору в ту или иную школу с образованием на молдавском или на русском. И украинская, по-моему, есть у вас. И украинская есть школа. Так вот, не идите никоим образом за нами в этом. И наоборот, пытайтесь укреплять вот это свое многообразие. И Европа сейчас тоже стоит перед выбором. Или Европа укрепляется, как Европа национальных государств. Вот эти 27. И ликвидирует многообразие. Тем самым ликвидирует демократию, ликвидирует свободу. И мы видим, что происходит в той же Испании, когда лидеры партии демократической, организовавшие референдум, посажены в тюрьму и арестованы или находятся в ссылках. И вот это судьба тогда Европы. Либо мы выступаем за Европу многообразно, за Европу культур. И такая Европа, она обязательно должна быть открыта по всему континенту. Она должна быть открыта в направлении России. Она должна быть открыта в направлении Юго-Востока. И именно тогда, это доказано всеми экономистами, европейская Европа может стать равносильным, равноценным игроком на геополитической сцене. Потому что сейчас уходит все, уходит, несмотря на судорожные попытки не отдать, уходит эта единовласть из рук американцев. После поражения Советского Союза в Холодной войне они были единственной доминантой в мире. И хотят судорожное сохранить, хотя не могут уже держать. Уже имели проблемы и в Афганистане, и в Ираке. И вот сейчас пытаются уцепиться хоть как-то там еще за Сирию, что они наделали в Ливии и во многих других североафриканских странах. И не только севера, там вся Африка тоже сейчас бурлит. Вот эта ситуация. И Европа тоже, они судорожно еще цепляются за эту Европу. И с всякими инструментами пытаются такой общий Запад включить. Но Европа либо действительно захлебнется уже в этих судорогах и в результате выйдет побитая вся и поцарапанная. Либо Европа начнет все-таки играть в свою игру. А эта своя игра может быть только вместе с Россией на всем европейском континенте, вместе с другими странами, крупными, и, конечно же, вместе с теми странами, что лежат сейчас с вот этой пропастью, искусственно созданной, вместо того, чтобы наводить мосты. И, к сожалению, вот в этих судорогах жертвами первыми могут стать именно наши народы. Американцы там далеко. Ну да, российские ракеты там могут достигнуть территории. Но если речь идет о каких-то столкновениях вживую, то здесь мы громадному риску подвержены. Потому что эти натовские войска, которые размещаются в странах Балтии, кстати, в соседней с вами Румынии, и там комплекс противоракетной обороны, очевидно, не нацеленный не на Афганистан, а совершенно очевидно, на Россию, хотя они говорят обратное, выдвигают первую гипотезу. Это очень опасно. И провокации, и все это расписывается. Вот недавно фонд Корнеги, можете посмотреть публикацию, в конце марта, прямо расписана карта возможных военных действий вокруг конфликта в Балтии, именно в странах Балтии, и именно потому, что и русскоязычное население есть. Вот тем самым и происходит провоцирование. Почему вдруг сейчас понадобилось эти школы ликвидировать, когда у нас есть хрупкое равновесие в результате предыдущего сопротивления реформы, ликвидации среднего образования на русском языке. Мы добились вот такой пропорции компромиссной 60 на 40, и позволило это сохранить школы, и позволило вести часть уроков билингвально, часть на русском языке. Сейчас, вдруг, почему-то именно в 17-м году и в 18-м предвыборном понадобилось на волне именно русофобии, на волне того, что они надеются, что Запад не поддержит. Но немножко просчитались. Нам удалось волну сопротивления развить в Латвии, и большую поддержку мы сейчас имеем в Европе. Уже очень много депутатов Европарламента подписалось. Моя фракция лично еще зимой обратилась к послу Латвии в Европейском Союзе и через них к правительству. И очень все-таки мы надеемся на то, что европейцы не работают под войным стандартом, потому, что они не смогут проглядеть и закрыть глаза на такое явное и вопиющее нарушение прав национальных меньшинств, с которым мы сталкиваемся сейчас на примере Латвии. на высоких политических площадках в самой Европе есть ощущение того, что может случиться с самой Европой в результате однобоких действий политического истеблишмента? Очень разные отношения, разные политики, разные политические платформы. Мы знаем, например, что не все поддержали эту авантюру с инициативой высылки российских дипломатов во многих странах этого не сделали прямо на уровне правительства, ну а во многих партии, в том числе например Левая партия там Зеленая партия из моей политической группы Германии выступила против, хотя немцы там символически тоже как отчетло дипломатов вызвали. Надо сказать, что наблюдая за политиками в Европейском парламенте из западных стран, я с удивлением обнаружила, как-то раньше я это не чувствовала, не будучи, не оказавшись там в этом Вавилонской башне, какой очень часто называют европейский парламент, смешение народов, языков, культур всего, и разных политических воззрений от крайне левых до крайне правых, какое влияние имеют Соединенные Штаты, если посмотришь на вот эти элиты западные, если посмотришь на биографии, там почти все учились в Соединенных Штатах, они использовали ту практику, от которой отказались на волне развала СССР русские, учите себя иностранных студентов, это же громадная возможность формировать мировоззрения, формировать друзей, потому что первые друзья России, друзья русских, друзья русского мира, это те люди, которые знают Россию изнутри, русские довольно сложные люди на первом этапе общения, не очень вежливые, не очень организованные, не очень улыбчивые, это все признают, а вот когда ты хорошо уже узнаешь народ, узнаешь его глубинные как бы качества, тогда возникают вот эти эмоции, возникают ощущения, дружественные и вот эти люди и на всех континентах они пока в основном это мое поколение, ну может быть ваше в какой-то степени, но не моложе, но к сожалению американцы за эти годы громадное количество стипендий, громадное количество всяких возможностей учиться там получать квалифицировать, получать более высокую квалификацию и так далее, я даже вижу по степени владения английским языком, что эти люди говорят на американском английском, в отличие от нас, кто учил английский в школе, и конечно через этих агентов влияния во многом делается политика, вот прямо вот у нас есть такой в европейском парламенте из 700 человек состоящих, прямо передовой отряд русофобов, где человек, я так подсчитал, 150, и они к сожалению там больше всего восточноевропейцев, но там англичане, конечно же, конечно же, шведы, и вот эти люди, вот прямо вот маленький сигнал, вот какая-то картинка, белые каски, чего-то там сказали про Россию, все, шавки, как говорится, начали гавкать, то есть все это идет атака, идет информационная атака, при этом они говорят, что им надо сопротивляться информационным как бы волнам идущим из России. Татьяна Аркадьевна, к сожалению, время имеет над нами власть и ограничены мы рамками эфира. Огромное спасибо за то, что побывали в нашей студии, я думаю, что знакомство с вами, зрителям телеканала Акчен ТВ во многом оказало, будем говорить, дружескую услугу, потому что в понимании того, опыт вашей страны и понимание того, по какому сценарию развиваются сегодня события, дает возможность укрепляться в собственном выборе, для того, чтобы этот сценарий неприемлемый для будущего, например, в частности для Республики Молдова, ну, сломать, изменить, вписать в этот сценарий лучшую страницу истории Молдовы, хотя бы на современном этапе. Сегодня нам сложно, но я думаю, что все можно изменить, это главное. Главное смотреть на мир широко и с улыбкой, делая добро, да не унывая, ибо потом пожнем, если не ослабеем. Не ослабейте, пожалуйста, будьте сильными. Спасибо большое, Тим Аркадьевна. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была, я перечислю снова, бывший депутат Европарламента, представитель Европейского Русского Альянса, член Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников, проживающих за рубежом, латвийские общественные деятели Татьяна Жданок. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин